Вопросы безопасности и открытости на контроле экологического совета Иркутской области при общественной палате Российской Федерации. Напомним, совет начал свою работу месяц назад. Его возглавил Виктор Круглов, председатель совета директоров акционерного общества «Саянск Химпласт», почетный химик Российской Федерации. Сегодня в Усули-Сибирском состоялось первое заседание рабочих групп проектных технологий и экологического совета Иркутской области. После посещения производственной площадки Усули-Химпрома совместно с представителями госкорпорации «Росатом» обсудили результаты осмотра, а также ход реализации проекта по ликвидации накопленного экологического вреда. Общественники ознакомились с текущим состоянием площадки, заслушали доклад «Росатома» о проделанной работе. Проблема, которая сегодня решается на Усульской площадке, лично для меня она знакома, поскольку на «Саянске Химпласте» мы проводили полностью... Мы переводили ртутный электролиз на мембранный, и все вопросы ртутного загрязнения для нас понятны, как решать. Я скажу вам, что мне приятно, что «Росатом» очень быстро, за короткое время разобрался с проблемой. Это профессиональная команда, видно. И мы удовлетворены тем ходом и теми проектами, которые они разработали. В ходе встречи общественники дали свои предложения по технологиям, в частности, по устранению ртутных загрязнений. Роль общественного совета в том, чтобы доступно и профессионально доводить информацию до населения. Важно быть открытыми и не допускать социального напряжения, подчеркнул Виктор Круглов. Оценка работы с точки зрения приемлемости очень важна, сообщил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов, федеральный экологический оператор Максим Корольков. Проект – это очень сложно, непростой, и для нас очень важна общественная приемлемость тех действий, которые мы совершаем. И вот такие вот мероприятия, как сегодня, когда мы можем всесторонне с точки зрения общественной приемлемости, с учетом того опыта, который есть у членов общественного совета, оценить ту работу, которая есть, для нас очень важна. Важно, чтобы население понимало, что все, что делается, делается для развития города. Это не просто экологический проект, это возможность освободить территорию от опасных веществ, для того, чтобы на ней развивались новые предприятия. Нужно отметить, что вопросы социальной ответственности Росатом решает уже сегодня. Это подтвердил и мэр города Максим Торопкин. Он сообщил, что Усольское здравоохранение заключит договор пожертвования с Росатомом на 8,5 миллионов рублей. На приобретение для Усолья-Сибирского остро необходимой ПЦР-лаборатории. Такая помощь во время пандемии как никогда актуальна. Продолжение следует...